Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, это Яблок 3, Телегера в соус, продолжаем, собственно, проходить, я надеюсь, заканчиваю проходить, взялся небольшой перерывчик, как видите, по времени, пару часиков буквально отдохнул, дело ламель, вот, и надо продолжить, собственно, проходить, как мы видим, то, что, ну, явно самое веселое уже, ну, не то, что вы посади, но, а у нас тут идет явно что-то нешуточное сейчас, какая-то битва, я вообще не понимаю, что происходит, я не стану этого делать, единственное, что я понял, это то, что я получил опыт посреди битвы и неслабо так восстановил себя хп, Ну что ж, а теперь у нас есть вот эта вот мадам, которая, которую зовут Дева Ламирель, она не является боссом, но, тем не менее, это не мешает мне огребатить меня, ну ничего, сейчас мы с ней разберемся, я неплохо себе экипировочку обновил, вот, умри, пожалуйста, подумай еще раз, у меня мало духа, а экипировочку я себе обновил, вот, империй снова, друг наш любезный, о, вол, хорошая штука, 11 тысяч, мне нравится 11 тысяч, а может он даже лучше будет, 11 400, и скорость атаки 1.73, вол, 1.73, и так 1.73, а, это 1.67, в смысле, я не думал, что когда-нибудь снова попаду на небеса, теперь, когда Диабло нет, голоса Серафимов звенят так чисто, Серафимы, это те жирные телки, которых мы видели, там, в начале этой главы, да? Да, я вижу, как чисто они звенят, Малтаэль, мой брат, у нас возникли тысячи сражений, которые мы провели плечом к плечу, и меня не волнует то, что он стремится уничтожить тебя и твой народ. Ну, ты мудак. Но мой брат болен, и поэтому ему следует даровать покой. Так будет лучше для него самого. Однако я не смогу поднять на него руку. Поэтому это должен сделать ты. Пандемони, не Фарен. Пандемони. Пандемони, это типа как Пандария, там тоже, только там не Пандарены, а Пандемоны сидят, да? Кто такие Пандемоны? Так, давайте посмотрим, это ничего интересного. Это ничего, хотя возможно что-то интересное. Мантра исцеления также повышается сопротивляемость всеми видом урона. Ну, я даже не знаю. Если он там один, если он там один, то имеет смысл вместо ураганного ветра взять семь сторон света. Это будет лучшим решением. Время восстановления уменьшается, и вместо 30 секунд оно будет 17 секунд. Ну вот это меня больше уже радует. 17 секунд вместо 30 на босса хорошо использовать. Если, конечно, у него не будет кучи союзников. Малтаэль не хотел, чтобы я попал в Пандемоний. Чем ближе я к цели, тем он беспокойнее. Мой путь лежит через древнее поле битвы, где ангелы и демоны сражались с начала времен. А, то есть... Моя цель — крепость Пандемония, где меня ждет ангел смерти. Ясно. Я думал, что я сейчас войду такой, и там такой, короче, сразу вдруг и бац, то есть враг, то есть босс. А что оказалось на деле? А на деле-то оказалось то, что... Ничего подобного. Магия пророка очень сильна. Однажды он уже спас нас. Быть может, он снова спас лесу. Проводи меня в Пандемоний. Я выясню, откуда исходит ее голос, и найду ответы на вопросы, которые мучают меня. А, ну окей. Этим-то мы помогли квестики сделать. Давайте ей поможем. Голос сестры. Ее голос привел меня сюда. Я так ясно его слышу. Ее надо найти. Я ничего не слышу. Но я уже привык. Небывание в Пандемонии позволило мне увидеть другой мир, возможно, слишком фантасмагоричный для сознания смертных. Древние поля брани расстилаются передо мной, а на бесплодных равнинах стаи мелких хищников рыщут в поисках разлитой повсюду магической энергии отголоска давних битв. Ну, понятно, да. Ну, я думаю, это будет такой довольно короткий квест, собственно, как и с этими двумя. Я не верю своим глазам. Милайна, это ты? Ну, это явно ее призрак. Лису окружили демоны. Эйрина, найди ее. Лиса, где же она? Вот сейчас труп только обыщу. Демоны. Хм, они выглядели серьезными. Ну, то есть, смотрите, у них желтое это, то есть они типа элитки, а на деле хуй простой, как говорится. Я так рада видеть тебя, Эйрина. Я думала, что больше никогда тебя не увижу. Еще это все? Весь разный базар? А, все. Хорошего помаленьку, как говорится. Ну, вот это действительно воспоминание. Все время обучения мы думали, что будем сражаться вместе. Однако выбрали именно Эйрину. Мы же должны были принести себя в жертву, чтобы оградить ее. Лоу. Почему выбор пал на нее, а не на меня? Эгоистичный вопрос. Я знаю, что на моем месте она бы согласилась пожертвовать собой. Так поступила и я. А что, она не хочет прокомментировать это никак? Ну-ка, комментируй. Не хочет. Странно. А я бы прокомментировал, типа, ради нее там отдали... Ну, пожертвовали. Бля, это... Этот конец вот этого акта это просто ад в плане вот этих мелких уебищных созданий. Такого раньше не было вообще в игре. то, что буквально на каждом шагу вылазит куча мелких. Я понимаю, если бы там пару раз это произошло, там три раза, четыре. А тут реально на каждом шагу, бля. Куча этих мелких упырей. Ну, че, надо угадать, типа, куда идти, да? Не знаю, что удерживает души твоих сестер. Может быть, красивое северное сияние, которое... Мне нравится, например. Петля невинного? Ловпить живучесть. Бла-бла-бла. Петля невинного. Если он невинный, нахрена он в петлю залез? Это такой небольшой черный юмор. Хотя, это не совсем юмор. Метки удары! То, что я... О чем я говорю, вообще сложно назвать юмором. Ну, тем не менее. Ты не заметил, что Гормак стал какой-то странный? Не страннее обычного. Он отвечает мне в папа и ведет себя необычно. Может, я его обидела? Нет. А диалоги повторяются. Раиса, это ты! Не плево. Когда мы очнулись, вокруг все кишело демонами. Мы не были к этому готовы. И шо? Но ты продолжала спать, Ирина. Почему? Я бы пробудилась, Раиса. Верь мне. Снова демоны. Откуда они берутся? Блядь, это их мир, по-моему. Че значит, откуда они берутся? Хотя нет, а мы же на небесах сейчас. О, в 100 тысяч крик прикольный. Ты должна найти Лису. Еще не поздно. А Лиса, типа, она эта. Не уходи. Я хочу тебя спросить. Что-то удерживает тут душа. Пророк обратился к каждой послушнице с вопросом. Согласна ли она связать себя с Ириной? Оградить ее от опасности ценой собственной жизни? Можно было отказаться и уйти. В этом не было бы ничего постыдного. Но ни одна из нас не ответила пророку отказом. Мы все были готовы пожертвовать собой ради великой цели. Вообще-то, отказаться и уйти было бы довольно стыдно. Ну, на то это не называется жертва. То есть, ты приносишь жертву. Если ты не можешь принести жертву, то ты чмо бесхарактерный. Ну, конечно, своя жизнь это... Но, действительно, когда на кону стоит твоя жизнь, то, пожалуй, можно забыть немножко о стыде. И послать их нахер. Я бы, например, так и сделал. Вот и все! Чего? Кого-то спасти, но при этом я умру. Да, пошли вы. Тем более, у них их всех должны быть равные, типа, права. У всех трех этих. Мадам. Ну, или не трех, а сколько их там было всего, я не знаю. Пока мы двух духов увидели и еще парочки этих. Духа недостаточно. Он не показывал нам это место. Дух. Надо восстанавливать дух. Все, один, что ли? Что? Сибила? Не может быть. Сны не должны были приходить ко мне. Но тьма за закрытыми веками все равно сменилась видениями. Эти сны превратились в кошмары, от которых я не могла пробудиться. Сибила, я здесь, с тобой. Это те самые демоны, которые убили моих сестер? Ну, если да, то давай, мстим. Хоть в овечку преврати кого-нибудь. Нет, не хочешь? Ты всегда была самой сильной из нас, Эйрина. Сделай так, чтобы мы гордились тобой. Прощай, моя сестра. Этот портал приведет нас к Лисе. Пророк сказал, что сны не будут посещать меня. Но это оказалось неправдой. Поначалу я видела лишь тревожные цветные образы, а затем начала слышать голоса. Призывные, манящие голоса, которые звали меня за собой. После чего я проснулась. Все? А, ну, проснулась здесь, типа. Видите, колечко выдал. Которое только опыт дает. И больше ничего, кроме опыта. За этим порталом я найду ответы, которые так долго искала. Так, поговорить с сестрой Лисой. А вот и она. Ух ты, она еще жива, смотрите-ка. Не дух. Она даже более няшная, чем это. Ну, чисто по цветам одежды. Почему мы должны были пожертвовать собой ради тебя, Эйрина? Что в тебе такого особенного? Избранница пророка. Твои сестры добровольно отдали за тебя свои жизни, как и задумывал пророк. Но я не захотела в этом участвовать. Просто мне понадобилось время на то, чтобы выбраться. Я не знала об этом, Лиса. Пророк никогда не говорил мне. Ты стала демоном? По-моему, это не очень хорошо для портфолио. Убить Лису. Рано использовать эту способность. Что за елда за мной летает? Ебать! Ты что, тоже что ли волшебница? Именно поэтому я выбрал тебя, он сказал. На этом, типа, все заканчивается. Что-то я не понял вообще. Что скажешь? Я всегда считала, что Лиса была такой же сильной, как любая из нас. А может быть, даже сильнее всех. Но она решила, что пророк потребовал от нее слишком большой жертвы. Как я могу ее винить? Возможно, на ее месте я поступила бы точно так же. Порой великое благо требует великих жертв. Но правильно ли это? Заплатить за благо подобную цену? Возможно, было другой способ. Это нормально. Только мне вот непонятно. Нам просто что, обратно идти, да? Руку пошарить тут. Ихуды камней. Которые с первого раза я не заметил. И вернуться в лагерь уцелевших. И шо? Поговорить. Оставь меня в покое. Да, я напиваюсь. И нет, не надо составлять мне компанию. Я все равно не пью. А теперь вставай и отправляйся к Хедрику. Расскажи ему о кинжале. Ты че вам тут кинжал? Моего брата убила гильдия воров. Точка. В пьяном виде ты еще менее убедителен, чем обычно. А ты еще более невыносим. И че? А че за кинжал? Ну-ка, нанять его. Сейчас наймем. Будем вместе ловить удачу. Не, не будем. Пророк предвидел нашу победу. Так. Что скажете? Линдон мне тут кинжал принес. Это ты его заставил? Конечно. Можешь мне что-нибудь рассказать об этой вещи? Дай-ка взглянуть. Неплохо сделано для Кингспорта. О, рукоять-то кажется полая. Да тут записка. Отнеси-ка ты ее Линдону. Ну, только это не его кинжал, так что, наверное, надо не ему отнести. Я обдумал то, что ты сказал, и пришел к выводу, что ты, пожалуй, прав. Мне невыносима мысль о том, что еще один мой друг может погибнуть. Я всю жизнь прожил один Хедрик. Не думаю, что это самая легкая доля. Я понимаю. Все, что ли? Я понимаю. Не цена здесь не найдут. Какие жнецы у вас здесь не найдут? Найдут? Я без углавиат. 361. Не, ну то, что у меня получше. Хотя, 361, 361. 14 за каждую духа. А тут 51 при убийстве. Моба. На 14 за каждую духа. Это, в принципе, неплохо. Итого у меня за каждую духа получается... 48. Так что неплохо, да. Неплохо. О! Ловкость, скорость атаки. И время установки всех умений. Ну, потерять выносливость. Хотя у меня 42 тысячи уже. Но как-то я не знаю. Живучесть, живучесть, живучесть. Ну, я прям не знаю. Ну, давай, купи что-нибудь, а. Мне тяжело таскать с собой столько товаров. Я тебе продам. Мелкая дрянь. Неблагодарная. Тяжело ей таскать, понимаете, товаров столько. Так, чего у нас тут еще? Не торопись. Рассмотри все хорошенько. Дручная, одноручная. Посох 349. Так. Башка, стой, стой. 11, стой у тебя. О, новые краски появились какие-то изысканные. Изысканная краска. Я потрогаю твою изысканную краску, кстати. Вот, с ней еще надо поговорить. И с ювелиром наверняка. Скоро империи будет нуждаться в твоей помощи. Но он тебя за это возненавидит. Мне не привыкать. О, тебе предстоит сильно удивиться. Че, потом еще и с империям придется драться? Или че? Ну, я просто не знаю. Мне стоит сильно удивиться. Не герой. Ты не понимаешь. Никакой я не герой. Ты вообще знаешь, как я там оказался? Я сбежал. Бросил свою часть, своих друзей, когда они умирали. Я всех бросил и убежал. Но... Ты же спас меня. Это ничего не меняет. Вот. Я так и сказал. Он сволочь. Декард Каин много писал о крепости Пандемония. Оставив нам множество заметок, зарисовок и даже несколько карт. Но теперь эти документы устарели. Присутствие Малтаэля сильно изменило крепость. Да. Ну что ж, у нас есть еще немного времени, чтобы побегать по Пандемонии. Так что давайте. Тропа войны. Все дела. Так. Мне нужна прям крепость. То есть это займет еще какое-то время. Я пусть... Мой жесткий со мной будет не согласен. А вот и этот. Империя. Недалеко отсюда осадный лагерь. Встретимся там. Я покажу тебе, что нужно сделать. Конечно, этот акт по продолжительности как акт 3, наверное. Простого дьявола. Ну, 2 минимум. Да ладно, демоны. Демон-солдаты. Чудовищные и смертоносные верные солдаты преисподней, бредящие войной опустош... Тебе стоит приложить больше усилий, если ты хочешь быстро. Ну, а ты мне дай свою палку, я там всех раскидаю вообще. Чудовищные и смертоносные верные солдаты преисподней, бредящие войной опустошителей. Они настолько свыклись с войной, что остались в пандемонии на долгие годы после того, как огремел последний штурм крепости. Теперь они считают эту территорию своей и нападают на ангелов, Восмевших выйти на поле древней битвы. На объятых хаосом просторах пандемония водится великое множество демонов. Бредящие войной мародеры в свое время не пожелали возвращаться в преисподнюю. Теперь они кормятся грабежом оставшихся ванпостов ангелов. Сила мародеров невелика, но не стоит недооценивать их хитрость, ловкость и боевой опыт. Ого! Блядь! По-моему, мне спасибо за это не скажут. Слушайте, эти звери какие-то чересчур уж это жирные огнекрылки, изгнанные. Ну, посмотрите, один сколько умирает так долго. Я надеюсь, что не все будут так долго жить. Ну, сейчас снова этот нам поможет. Что-то будет. Я бы сам справился. Че ты? Мы не можем позволить себе терять время. Слышь, может возьмешь просто меня на крылышки к себе и я сам пойду. У меня мало духа. Да справлюсь со всеми. О, интуитивный какой-то пророк. О, ну у них что-то урона совсем мало, они не щит еле сбивают. Сколько мне щит дает? 6 тысяч. Ну, это не повод его еле сбивать. О, модный какой-то, смотрите-ка. Духа недостаточно. Так, ну сами-то ады, в принципе, не страшные. А вот. Че, это чмо творит? Бля, ну их что-то много, как будто бесконечность. Мои раны затягиваются. Да-да-да, пришлось выпить пот. У меня мало духа. Да тебя глючит уже который раз, успокойся. Ловкость, скорость атаки. Блин, ну я даже не знаю. Наши вытес, не хочется менять колечко. Скорость атаки, вероятность крита. Но опять же, не хочется менять этот, шмотки с ловкостью. Давайте посмотрим, че нам скажет. Заброшенные осужденные лаги. Че нам скажет империй. Сундук потискать? Окей, ща потискать сундук. Посмотрим на ручи. Отстой, давай говори. Видишь, осадный таран там внизу. Это единственный способ проломить ворота крепости. Но без осадных рун, которые дают ему силу, он бесполезен. Одна из рун у тебя уже есть, но нужно найти еще две. Откуда у меня есть одна из рун у? Ты найдешь демонов, которые хранят эти руны в магических ловушках на поле боя. Когда соберешь все руны, отправляйся к тарану. Но знай не Фален. Кажись, если ты избавишь Молтаяля от безумия, я не поблагодарю тебя за это. Твоя благодарность не имеет значения. Понял, да? Ангел. Вытепывается он тут еще. Че за говно мне дают за квест, я не пойму. Значит, мне надо в этот портал, да? А в портале меня ждет куча мобов. Это что еще за твари? Падальщики. Существам, населяющим пандемонией, часто приходится идти на хитрость, чтобы выжить в его невыносимых условиях. И падальщики – отличный тому пример. Зарываясь под землю, они обрастают камнями и появляются на поле боя в массивной броне. Одни размеры, которые приводят врагов в трепет. А вот один уже. Но если мощными ударами разбить удивительный доспех, то оказывается, что истинный рост падальщика весьма не получится. О, еще и криты по нему хорошо по этому проходят. Это то, что мне надо? Если да, то круто. Ёб твою мать! По-моему, это была ловушка. Да бля, я не могу. Подозреваю, что шипастый скрытень наполовину является демоном, так как его внешний вид слишком ужасен, чтобы быть творением природы. Скрытень выбрасывает сгустки яда как раз под стать преисподней. Насколько мне известно, он питается исключительно своими собратьями или трупами демонов. Надеюсь, что пути этого существа не пересекутся с человеком. Ну, я не человек, я не полем, так что все в порядке. Рассекатель миров. Довольно. Что же мне известно о рассекателях миров? Крайне мало. Этот неуклюжий исполин с зияющей пустотой посередине бродит по окраинам пандемония. Ему каким-то непостижимым образом удается прятать свое тело и выглядеть, как обычный портал. Те, кто заходят в него, оказываются навеки запертыми в отдаленном мире. Да? Давайте посмотрим. О чем? Тут, по-моему, можно просто уйти, если захочешь. Там же, типа, есть обычный этот портал для возвращения. В чем проблема-то вернуться? В старых документах Декарда Каина я нашел описание тварей пандемонии. Этот мир поразил его до глубины души. 20 лет назад он побывал там вместе с несколькими героями и помог им заточить великие воплощения зла в камни души. В своих записях Декард упоминает, что когда он стоял у окна крепости, глядя на поле боя, в небесах с криками парили какие-то крылатые твари. Силы возвращаются. Духа недостаточно. Да. Жесткие противночки. Куярят всем, чем можно только. Бойт зоны, блядь, притягивания. И вот эти вот ледяные хуёвины, которые я ненавижу. Куще взрываются, блядь. Но взрываться это совсем уже ни в какие ворота не лезет. Так, чё у нас там? Хрень какая-то. Иди сюда, хуй ты носишься. Чё тут за портал? Тут же был портал. Или я проебался? Был же какой-то портал. Стан. Духа не хватит. А чё я тут вообще делаю? Может здесь осадные руны? Хотя тогда было бы, наверное, указатель. Да, очередной тупичок. Ну вот здесь вот они, чё-то я говорю, это просто апофеоз гнеза по мелким мобам, которых нахуй не нужны, по сути. А вот подталкиваетесь. Из них какая-то говно вылазит. Я вернусь. Пока не могу. Конечно, я вернусь, блядь. Дашь, я денусь. Минус раз. Минус два. Минус три. Перед нами пал даже такой могущественный враг. Я полагаю, это было просто, типа, вот это вот место, это побиться с элитниками. Чисто. Без всяких. Без всякой цели, причины и тому подобного. Просто ебашими лишних этих элитников каш. И больше ничего. Никаких квестов, ничего. О, магический посох. Если он хороший, можно ей его отдать прямо сейчас. Сколько у него? Редкий посох. У нее двести тридцать семьдесят два, а тут вон. Так. Ну да. Это определенно лучше, чем то, что у нее. Очаровательная вещь. Очаровательная вещь. Я согласен. Новые перчатки для меня. Приятно. Ебать. Баларак какой-то. Барговок. Бургот. Вот. Скажись, в войд-зоне встает. Да. Охуел, что ли? Он меня обратно вводит в зону, притянул. Существо, блядь. Совсем обнаглели. А, это у нее новый посох, так она этот. Херачит. Так медленно своими штуками. Ладно, тут что за элитники меня ждут? Какие-то слабые элитники. Козлодой оченый. лазеры, да? Окей. А, его из зоны, да? Окей. Сука. Ни наезжи никто, ни другое. Ну ладно. Они оказались слабенькими. Но этот сейчас лазер сделает один. Не страшно. Один лазер это не страшно. Квадратный изумруд. Секундочку. Подождите, я баб хочу поюзать. Вот. И что мне дает? О, я кончен. А, получаемый урон снижен. Я вообще хотел получаемый опыт увеличен, чтобы на 60-й лавал все-таки качнуть. Ну да ладно. Че поделать? Пандемония. Такое вот местечко. Ну тут по крайней мере, я не знаю, что-то оригинальное чисто внешне. Бой окончен. Какой бой окончен. он не хочет подыгрывать и говорить, какой бой. Да боже. Так. периодический дух заканчивается неприятно выходит. Но потом приходится его накапливать. Хотя вот сейчас у нее нормально летят эти шарики фиолетовые в тот раз как-то медленно были заторможены. Странно. Монетки вы мне зря дали. У меня до сих пор этот пояс надет, который мне дает с монеток деф. Ну, это место появилось благодаря магии удивительной мощи. Не время и не природа создали эти камни, как и это царство. 25 скорости атаки приятно конечно базара нет, но хотел бы опыт. Все-таки это же временные бафы и из всех этих временных бафов опыт он самый полезный. Это все что ли? Тут такая площадка как будто для боя с кем-то. При этом она как вы видите не для боя ни с кем. Да что ж ты по одному ты не подходит? Я столпу твою замочил. Ну скоро закончим уже как видите с этой штукой вот сейчас мы не спустимся. если я не упрусь дальше. Эти птички столь же ни в чем я не знаю может быть попробую как-нибудь потом поиграть за монаха другого там стиля какого-нибудь чисто молнии вон например тут же есть возможность чисто молниями херачить 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 в глазах боится он тут же должен быть какой-то элитник нет так ну это камень возврата этот мой кулак так на самом деле есть мнение что я просто никуда пошел вот например если сделаю вот так вот и пойду вниз то я просто пройду нет смотрите другая другое место не зря же а ну да другое место на удар грома на толку в этом другом месте ровно 0 только обычные обломки получил 367 уранов яда секундочку господа подождите буквально чуть-чуть 367 а у меня 361 так уменьшать затраты всех ресурсов на 8 ну вот 14 за каждый дух то получше будет 14 14 прям прям не знаю даже ну-ка давайте попробуем так 11 486 11 ну да ни о чем все таки надо выбирать уже какой баф полезнее я решил что полезнее давайте давайте-ка искать эти руны в следующем видео потому что это уже достаточно долго так что если понравилось видео ставьте пальцы вверх подписывайтесь на канал вступайте в группу вконтакте и смотрите продолжение скоро конец близок я надеюсь пожалуйста пусть это будет так с вами был сет до свидания